Приветствую вас. Такая достаточно тяжелая, грустная в данном случае тема. Тема смерти близкого человека, любимого мужчины, жениха, как называют его автор вопроса. И, соответственно, вопрос включается в том, почему тянет к покойному жениху. Вот. Тянет вас состояние, которое вы перестали испытывать с его уходом. Вот. Тянет вас это состояние, потому что других способов его почувствовать у вас пока нет. Блокирует это травма. Вот. Ну, психологическая травма от потери близкого. Которого вы не прожили. У нее есть несколько стадий, и вот в данном случае можно говорить о том, что вы на какой-то стадии застряли. Соответственно, нужно все эти стадии прожить. Вот. Тогда появится возможность у вас получить ресурс для достижения этого состояния. Вот. Ну, всегда приписывается, помимо всего прочего, отсутствие мотивов лично ваших. То есть, вот. Когда человек не крепко стоит на ногах, ему, конечно, легче и проще застрять на той или иной стадии. Вот. Вот. Потому что не очень хочется из нее выходить. Вот. Ну, понятно, что сейчас, на данный момент, речь идет о том, что вам и не нужно ничего. И это нормально, что вы скорбите по близкому человеку. И скорбь, она, на самом деле, может быть очень сильная, мощная, очень такая, объемная. Возможно, даже, правильно сказать, знаете как, все поглощающие, так можно сказать. Вот. То есть, измерить скорбь, конечно, невозможно. Вот. Ну, момент еще и в том, что никто этого делать не собирается. Измерять ваш скорбь. Вот. Дело немножечко в другом. Дело в том, что скорбь нужно прожить. Вот. Человек отпустит. Как вам правильно заметила моя коллега, Елена, что вы не отпустили своего мужчину. Вот. Елена Сергеевна. Очень здорово. Вот. Это правда. Вы, скорее всего, не отпустили. Очень много людей застревают в той или иной стадии. Потому что через стадии проходят все. Вот. Но очень много их застревают именно потому что не отпустили своего любимого или близкого человека. Как это работает? Работает это так, что, когда мои мысли движутся в определенном направлении. Ну, например, в направлении того, что близкого вообще нет. А вот у человека начинаются слезы. Ну, то есть, как бы начинается плач. Состояние это тяжелое. Вот. Неприятное. В какой-то степени, я бы даже сказал, апокалиптическое. Так это очень часто воспринимается, по крайней мере, как апокалиптическое. Состояние, что все заканчивается, чтоб все кончается. Вот. И человек избегает сил. Ну, понятно, что происходит это во многом из-за ограничивающих факторов, которые есть у человека. То есть, запрет на выражение эмоций, некоторое стеснение, стыд. Вот. То есть, тут вот такие блокирующие аспекты есть. Ну, и отсутствие, конечно, адекватных людей рядом. Вот. Людей, которые не будут жалеть. Людей, которые не воспользуются тем, что вы находитесь, например, в очень уязвимом для себя положении. Таких и таких людей тоже может не быть. Вот среди тех, кто затрывает, да, действительно, вот, не налажена коммуникация с другими людьми. Далее. Не до конца. Не полностью. Проработан духовный аспект смерти. То есть, операционная смерть. Бегство от смерти. Страх смерти. Требование, я имею ввиду, чисто такое вот, духовное требование к человеку быть со мной всегда. То есть, понятно, что произошла трагедия. Понятно, что человек ушёл раньше времени. Понятно, что... Это ужасно очень это всё. Понятно. Безусловно. Вот. Но. Есть важный момент, что если я отрицаю смерть, то вот такие моменты тоже присутствуют. Боюсь её. Здесь скроется небольшой подвох, который заключается в том, что, как правило, смерти боятся те, кто её хотят. Нет. Это не означает, что люди хотят умереть. Ни в коем случае. Просто смерть здесь ассоциируется как своего рода освобождение. А оно, в свою очередь, связано с тем стремлением к освобождению, что человек чувствует себя не свободным. Психологически. И, как вы видите, это перекликается с тем, о чём я говорил раньше. Интересно, что вас интересует то, почему вас тянет. Но не то, что вам с этим делать. И что бы вы хотели изменить. Поэтому предлагаю вам переформулировать свой запрос. И начинать работу с психологом. На этом всё. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Мои искренние вам соболезнования по поводу потери. Вот. И выражаю надежду на то, что вы начнёте менять свою жизнь. Я думаю, что ваш мужчина хотел бы для вас именно этого. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.